За ситуацией с оползнем в Куликовке Улл, правда, следит уже месяц. Вот как выглядела улица, первый западный пригород 20 апреля. Тогда процесс сползания шел гораздо активнее. Осенью, когда мы приезжали именно на это место, вот на этом пятачке мы разворачивались. Теперь земля опустилась примерно на полметра и уже сюда не съедешь. Земля уходит куда-то во враг. Так, близлежащие дома пытаются как-то укрепить свою территорию, но вряд ли это хоть сколько-нибудь полезно. 20 же апреля мы прошлись по двум улицам, первому и второму пригородам. Те кадры впечатляют до сих пор. Дома второго западного пригорода будто бы висят в воздухе. Бетонированные дворы зависли над бездной. Как сейчас видим, он опускается все ниже и ниже. В администрации города заявляют, что держат ситуацию под контролем. Эта территория находится в ведении городских властей. За сохранность жизни и имущества здесь несет ответственность управление гражданской защиты Ульяновска. Что в ведомстве планируют делать, чтобы остановить оползневые процессы, нам рассказали в администрации областного центра. Улицы 1-й и 2-й западный пригород поселка Куликовка взяты на контроль спасателями управления гражданской защиты по поручению главы города Сергея Панчина. Так как там сейчас исторически не было построено никаких водоотводных инженерных коммуникаций, то управлению дорожного хозяйства и транспорта будет дано поручение поработать данный вопрос. Работа ведется. Жители, не пожелавшие сниматься в сюжете, рассказали, что люди в форме МЧС приезжают регулярно. Однако пока идет составление смет, оползневые процессы не прекращаются. Провал увеличился почти вдвое. Люди продолжают заполнять овраги битым кирпичом и шлаком. Кто победит в этой борьбе? Человек или природа? И успеют ли чиновники завершить все бюрократические процессы до того, как рухнет склон, покажет время. Павел Боловов, Владимир Куликов, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.